Дорогая церковь, я очень рада быть здесь, очень счастлива. Вышла из благодарности, из небольших свидетельств. Вы знаете, это период такой в жизни интересный, вот эти полтора года, даже два можно, наверное, сказать. И я коротко скажу о том, что... Вот я была в больнице с 25 ноября до 15 декабря официально, да? Потом меня туда выписали по причине роста коронавируса, и они сказали, тебе небезопасно здесь находиться. Мы все, что могли, сделали, поэтому и лежать в приближайшем состоянии домой, чтобы не схватить инфекцию, не дай Бог, потому что больницы на самом деле действительно переполнены. Вот, и даже в хирургическом отделении просто так лежат опасно, потому что посещение и все такое. Но, вы знаете, я хочу сказать, что такое краткое свидетельство, что за этот период, период операции, период воли, да, физическое испытание духовной семьи, я больше плакала не от воли физической, а от количества Божьей любви и огромного количества благословений, которые свалились в голову просто вот со всех сторон, мне казалось, со всего мира. Это что-то было невероятное, начиная с того, что, когда я нашла врача, наконец-то, которому могла доверить дело своего тела, так скажем, я его все время искала и вот нашла, да, это завидующая хирургия, такой очень адекватный человек. Когда я его нашла, и когда мне озвучили эту сумму, да, когда люди сталкиваются с онкологией, я не понимают, о чем я говорю, я пришла домой и думала, ну если же Бог допускает это, да, если он дает знак, что вот, иди, доверься, он же должен допустить как-то и средства на это все, вот. И я лежала, думала, и я такой человек никогда не прошу ничего, ни у кого мне как-то стыдно. Сказала только двум подругам, и две подруги, одна из Украины, вторая из Америки, сразу, так, знаете, дали деньги в одну секунду, что я поняла, что для того, чтобы лечь и начать лечение, они уже есть, то есть такой ответ мощный. И моя подруга 20 лет меня знает, она говорит, Катя, я очень сильно обижусь, если ты не поставишь фотографии где-нибудь, в какой-то из социальных сетей, что ты собираешься операцию. Я, честно, ей целый день, я говорю, я вот тебе дала, но ты просто, ну, многие люди даже не знают, что ты так болеешь. Вот. Знаешь, что ты там детей установила, такая хорошая вся, а вот то, что ты там так заболела, никто не знает, ты же скрываешь. Вот. Я поставила эту фотографию, знаете, это было что-то невероятное. Так, я не буду плакать, но это, знаете, это было так, открываешь приватбанк, уже карточку, это так, плын, 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 это так, с остановки, представляете, что такое было у меня ощущение. Это разные суммы были, но я поняла, что меньше, чем за полдня мы собирали в операцию, вы себе можете представить. Я просто сидела тогда и плакала без остановок. Люди, кто-то там вообще 10 гривен, люди, которые со мной не работают 10 лет в Киеве, сразу 10 тысяч гривен. Я просто не понимала, как это работает вообще. Огромное количество неверующих людей, которые со мной когда-то были знакомы, 15 лет назад общались, просто невероятно. Отзывали со всех сторон, и Бог сблизил со мной такое количество людей, что я поняла, что ой-ой-ой, сколько слушать еще можно. Так они всплыли все, знакомый вдруг. Ну и церковь, моя дорогая, тоже постоянно поддерживала, и финансово, и молитвенно, и теплыми словами. И Женя Евроков-Чернов в крови своего делились. Они вливали тогда, в материале к операции, 8 пакетов крови, прибежали, сдали такие бойцы, знаете, в ритул с моими родственниками, с мужем, с родителями первые. И я вот у меня есть возможность сравнить, я лежала в 3-м больнице, кстати, полтора года, в 25-й, там где такие были легкие операции, хирургические, в 17-й, где меня оперировали, где есть и онкология, и обычные операции, и на померках, там где только онкология. Вы знаете, от серьезности больницы зависит количество верующих. Я так провела аналогию интересную, что чем серьезнее у тебя заболевание, тем лучше ты к Богу тянешься. И у меня вот, там где меня оперировали, в 17-й больнице, там было огромное поле, такое, знаете, рабочее. Было много неверующих, и я как депутат двойного созыва, легла в самую бесплатную палату, и не отделяла себя от людей, и старалась нести слова, и там сблизилась с другими людьми. И когда я туда уезжала, там была женщина, начать эту танцу, мне тоже надо молиться. Она так прониклась, мы столько говорили о Христе, ей 69 лет, вот, и... она там много операций принесла, она коронавирусом переболела, потом мы прооперировали, и она даже плакала, когда мы расставались, потому что мы... я постоянно говорила там какие-то вещи в своей жизни, чудеса рассказала, она это видела просто, ну вот, это происходило в палате, она постоянно это видела, люди приходили, люди звонили, люди делали видеохолики, это... ну, не рассказать, я не хочу занимать ваше время, но это до сих пор происходит в нашей жизни, и... я настолько благодарна Господу, мне даже... я раньше думала, почему это произошло со мной, как бы, вроде бы, верующие, мы и служим, и стараемся, почему? А когда эта ситуация произошла, вы знаете, я много читала и слушала проповеди, и я поняла, чем больше Бог любит человека, а любит Он на совершенно любого, тем... тем сильнее Он пытается выбить почву из-под наших ног, мы опираемся на свою плоть, мы стоим так уверенно, Он нашлифует, и все испытания, которые допускаются в нашей жизни, они допускаются только для того, чтобы вера наша росла, чтобы мы верили так, знаете, прям ухватились за Иисуса, не за церковь, не за людей, не за родных, не за мужа своего, жену, вот, не за каких-то проповедников, а именно за Иисуса, и... вот когда до такой степени там ходит, да, вот испытания твои, ты действительно веришь, ты смотрел на что, и веришь только, ну, хватаешься только за Бога, и я поняла, что вся эта ситуация допущена для того, чтобы почувствовать его просто невероятную любовь к Богу, ко мне, вот, и показать, сколько людей еще не знают вообще Бога, и сейчас благодаря этой ситуации меня сблизило со старыми знакомыми, которые постоянно мне пишут, и гости хотят приехать, и хотят общаться, я понимаю, что еще работают, не пучат икра, вот, путь у меня еще предстоит не, 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 не быстрый, да, мне сейчас операцию сделали, восстанавливаюсь, вот, и, кстати, вот даже чудо, да, меня оперировал врач, заведующий хирургии, он говорит, ты знаешь, все пошло не по плану, все стало сложнее, чем я думал, планировалась лапароскепическая операция, пришлось порезать, вот, и он пять часов меня оперировал, ну, долгая была операция, он пытался все убрать, что он видел, и он сказал, что те врачи, коллеги, которые стояли с ним, вот я им никакой не родственник, да, они говорят, да брось уже ты ее, ну, брось, там, там, вот что-то он не мог убрать, очень маленькие миллиметры, он говорит, да брось ее, что ты там колупаешься, а он говорит, да нет, и колупался до последнего, чтобы убрать все, что там, ему не нравилось, вот, и сказал, что ты знаешь, твоя онкология, она не похожа на злокачественную, мы до сих пор ждем анализа, вот, кистологии, он говорит, что вроде бы как, может быть даже доброкачественная, но надо все это анализом дождаться, и от этого зависит дальнейшее лечение, химия, лучевая терапия, вот, но вы знаете, я, будет ли она, сейчас я думаю, больше даже не о том, что меня ждет, и какая перспектива, как буду ли я жить, а о том, что, я вот настолько себя чувствую защищенной, я маме пыталась объяснить, она испытывает большой стресс, она же от рака потеряла брата моего родного, год назад, и я говорю, мам, веришь, что Господь родил сына, да, твоего, он знал точно час о смерти, он ему дал жизнь, он дал ему покаяние, он сейчас с ним, то же самое со мной, смысл переживать, какой смысл переживать, вот, и, если есть еще, действительно, поле для деятельности, и возможность послужить, и свидетельствовать, вот, то я думаю, что еще пока поживем, вот, но если не поживем, то тоже, слава Богу, да, мы написаны, что вы за все радуетесь, хочу всех, всех, всех поблагодарить, за то, что вы постоянно передавали привет, и дети приходят, говорят, мама, ты какая-то популярная, тебе все время все подходят, передают привет, и благословляют, говорят, вообще тебя так любят, и это все, на самом деле, чувствовала, и за материальную поддержку, спасибо, за молитву, и за кровь, спасибо, вот, во всем спасибо, дорогая церковь, я вас очень люблю, и рада быть снова с вами. Слава Богу, Слава Богу, А я вот, когда слушал Катя на свидетельство, вспомнил, мы многих вещей в нашей жизни не понимаем, почему то происходит, или иное, вспомнил пастора в Америке, Маккарту, Джон, он, да, 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 в церкви, когда он сказал, что мы будем собираться, несмотря на карантин, и тому подобное, власти, начали угрожать ему тюремным сроком, за то, что он игнорирует их постановление, он сказал, я многими служениями в жизни занимался, а тюремным еще никогда не занимался, и если надо, то будут их и тюремным проповедниками, то есть, поэтому то, что происходит в нашей жизни, мы не знаем, может быть, Катя, как раз, Господь достигает сердец неверующих через тебя вот таким образом, может, по-другому никак, мы не знаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok